Хочу на своей тестовой прямой, где я в основном катаюсь, показать вам небольшой тест света. Это ближний свет, это противотуманки, это дальний. Вот такой вот у меня весь получается в куче свет. Красотища! Здарова, народ! Пока у нас мега морозы, то снимаю с нестандартного места. Итак, вот это вот у меня фары, которые не пережили аварию, их остатки, их ошметки. А вон сзади фары, которые я купил, которые уже будут на замену. И то, и то. Бошевские, Автомотив Лайтинг. Эта фара уже напакована светом, то есть лампочками. Если видите, вон светодиодная лампочка стоит, Филипс, и ближний, и дальний. Короче, в моменте покупок лампы и света, Остапа понесло, потому что затарился я вот такими вот лампочками. Ну, про них расскажу я немножко попозже. А сейчас давайте приступим к фарам. Начну с полезного. Если у вас есть фара, и вам ее нужно привести в порядок, то вам пригодится вот такая отвертка. Причем, стержень, вот этот вот стержень отвертки, должен быть немножко толще, чем вот этот вот пазик. Зачем? Для того, чтобы вам вот так вот вы ее поддеваете. И вот немножко, хоп, и она снимается. Короче, если она у вас падает не так, а просто отскакивает, как обычно это происходит, и летит она не куда-нибудь, а она запрыгивает вам на этот стержень, и она у вас там удерживается. Так что это такой вам небольшой лайфхак. Как вы видите, лампы эти построены на резиновых вот таких вот уплотнениях. И клея здесь нет. То есть они разборные и обслуживаемые. Особенно это полезно ввиду того, что когда вот этими регулировками мы активно балуемся, настраиваемся, то отражатель фары, который там внутри стоит, нередко спрыгивает вот в этой стороне. Он отваливается, спрыгивает со своей направляющей, и, ну, короче, свет у вас упал, и нужно фару разбирать для того, чтобы назад его там одеть. Одевать там плохо, неудобно и реально напряжно. Вот. Вместе с тем, вместе с тем, когда вы будете снимать, вот здесь вот сняли крышечку, и на отражателе отводите вот эти усики, которые придерживают саму лампочку, то не давите очень сильно. Иначе вы тоже можете сделать так, что она спрыгнет с этой, с этого держателя. И если вы давите прилично, то вы можете ударить отражатель в стекло. И, соответственно, отражатель у вас повредится. Например, вот тут вот ушко, ну, то есть крайняя точка, оно может сломаться. Вот, в данном случае у меня вчера мытые вот эти вот две бэушные фары. Они 2018 года выпуска, на них вот брендовые наклеечки, что они действительно оригинальные, бошевские. И я их вчера, ну, как бы обслуживал таким образом, что брал этот самый диски ватные. И сам ватный диск его скручивал в такую трубочку, за один кончик держал, а вторым кончиком выгонял пыль. Потому что внутри там насобиралась пыль. Из-за того, что, ну, в частности, у человека там стоял ксенон на ближнем свете. То есть вот тут вот было просверлено отверстие, через него, через уплотнение такого не очень хорошего качества, был заведен провод от специального там инвертора какого-то ксенонового. Ну, вы понимаете, о чем речь. И получается, что немножечко вот там вверху слегка-слегка поменялся цвет отражателя. То есть так его не видно. Это заметить вот изнутри, вот так вот снаружи, чтобы посмотреть, там как-то вообще нереально. Нужно только разбирать и вблизи смотреть. То есть они чуть-чуть от этого ксенона подгорели. Вот, ну, благо, что они подгорели совсем чуть-чуть. Хозяин говорил, что где-то полгода он на них поездил. И потом уже машина не эксплуатировалась, ее недавно продали. Вот фары продали ее с стандартным светом. А вот эти вот фары нестандартные, которые они на нее ставили, то они продали отдельно. Ну, короче, обычная практика, когда человек хочет выручить больше денег за продажу машины. Он снимает с него хорошее, ставит заводское, продается с заводским. А потом отдельные вот эти вот всякие фишки, тюнячки продает отдельно и больше денег с продажи машины получает. Короче, отмылись они неплохо. Вымывал я вот это дело с просто влажной тряпочкой. А потом изнутри протирал его бумагой насухо, для того, чтобы ни разводов, ни оставалось ничего. Чтобы было максимально чистенько. Ну, без всяких там следов. Наружная сторона, понятное дело, залапалась, пока я все это дело оформлял. Но они как бы все равно залапаются, пока я их буду устанавливать на машину, потом я их протру. Я их поставил и закрепил всеми скобами. Когда я их купил, то не хватало парочку вот этих скоб. Так что с моих старых вот эти вот скобы пригодились. И теперь у меня с каждой стороны стоят вот эти вот скобы везде, где они должны быть во всех местах. Потом донорскими вот эти вот мои стали. В том плане, что две крышечки без дырок я поставил. И после мойки сразу же, как только я их помыл, я их сразу же вот здесь зафиксировал на все вот эти вот скобы. Вот я их фиксировал со стороны стекла, чтобы стекло не царапать. То есть сначала ставил на стекло и потом уже задавливал. Во, все. И как только я их помыл, я их сразу позакрывал. Оно не является герметичным. Тут вот есть такая типа шлангочка для того, чтобы дышать. То как бы пыль все равно туда потихонечку попадать будет. Однако мне не нужно, чтобы она набиралась туда более интенсивно. Поэтому вчера вот эту я нампаковал лампами и закрыл. А вот эту как только помыл, тоже ее сразу закрыл. Чтоб в ней не скапливалась пыль. Вот. Это такой будет плюсик к их, ну типа состоянию что ли, к хорошему. Так в целом фары в нормальном состоянии. Тут видно, что они немножко грязненькие. Все-таки бэушные. Я их там не вылизывал. Так что совсем-совсем прям хорошо. Потому что, ну все равно они будут ставиться в грязную машину. И условия работы в них грязные. Но я не добрался еще до поворотников. Поворотник вот этот, приехавший вместе с этими фарами бэушными. Состояние вроде бы неплохое. Живенький. Но его нужно помыть. Немножко он, ну вот так, видно, что на 2 года старше, чем вот этот вот. Это поворотничек более свежий. С моих фар, которые я ставил. Вот. Потому что они 20-го года. А вот эти вот 18-го года. Ну и тут такой небольшой скол вверху. Который снаружи, по идее, не должно быть видно. Они немножко по оттенку отличаются. Что, конечно же, неприятно. Но вроде не критично. Я попробую их отмыть. И посмотрю. Если они нормально так будут смотреться, то буду пользоваться ими. Если нет, придется купить другие. Потом у меня вот подуставший немножко отсутствием усика патрон для поворотников. То один, наверное, придется заменить. Чтобы у него хорошее уплотнение было по резинке. И в него пыль не собиралась. Вот. И на этом вроде бы по фарам все понятно. Регулировка уже потом как-то на машине будет. Вот. И сейчас вам покажу лампочки. Ну и теперь лампочки. То самое место, где Остапа понесло. Начну с интересных лампочек. Это лампочки у нас получается поворотников. Лампочки. Които. Японские. 12 вольт. 21 ватт. Пуай 21W. Это у нас цоколь. Или тип лампочки. Короче, я там не спец в этих делах. Но что интересно, она такая прям как мутная. Она, знаете, не прозрачная. Оранжевая. А на нее смотришь, она как будто мутная. Такое прям настолько сильное у нее. Вот это вот затенение оранжевое. Что мне аж понравилось. Настолько сильное уже думаю. Возьму капитальные красивые лампочки. Пускай светят. Посмотрим. Японское качество. Проверим. Дальше. Лампочки габаритов. Вот такие вот Philips. Серия Altinon Pro 6000. W5W. Это цоколь у нас. У них фишка такая, что какой стороной их не ставишь, они все равно светят. То есть нет конкретного плюса и минуса. Вот на них там что-то написано. И три светодиода. Получается два по бокам и один по центру. Вот такие вот они в пластиковом корпусе. Пишут, что они ходят долго. 5 тысяч часов. Ну, вернее, до 5 тысяч часов. И цвет 6000 Кельвин. У нас вроде бы больше 8 тысяч Кельвин. Или больше 7 тысяч. Поправьте меня в комментариях. Если что, эксплуатация на дорогах общего пользования запрещена. Поэтому 6000 Кельвин, в принципе, оптимальная цифра. Можно брать. Ну, и типа гвоздь программы или что. То, на что я, наверное, никогда не решился бы. Но что-то психанул. И прям вроде как доволен. Потому что качество меня, конечно, впечатлило. Скажу изначально. Хотел взять на них Галогенки. Осрам Найт Брейкер. Самая крутая серия. Но я у них посмотрел, что этот Найт Брейкер. Самые яркие. Которые... Они ходят не так уж и долго. Вот. Посмотрел кучу всяких видеообзоров. И наткнулся там на обзор и тесты вот таких и подобных ламп. Что они, оказывается, светят лучше, чем Осрам Найт Брейкер. И при этом у них время эксплуатации дольше. Аж до 3000 часов. Температура света 5800 Кельвин. То есть, ну, типа подходят. Подходят по нашим требованиям. Такие, короче, тут всякие у них характеристики. Она тут с голограммкой. Три года гарантии. Это в случае, если ты регистрируешься на их сайте. Вот моделька. Вот. Про 5100. Тоже Altinon серия. Плюс 160. Что мне в них привлекло? Ну, то, что я говорил, что светят лучше, чем вот те по тестам. И то, что у них вот здесь вот при их энергопотреблении в 12 ватт. Опять-таки из чужих тестов. У них нету вентилятора. Вот это прям меня реально очень-очень привлекло. Потому что вентилятор это все-таки слабое звено, которое изнашивается. И может сломаться. И пропадет охлаждение у лампочки, которое много жрет. Соответственно, ее нужно сильно охлаждать. И она просто может сгореть. Ну, либо вот этот вот драйвер, который управляет ее работой, увидит, что она перехревается. И начнет садить ее яркость. То есть, то, что она работает на пассивном охлаждении. Это меня прям очень сильно привлекло. Это плюс 500 к надежности. Короче, мне очень нравится. Кстати, уважаемая фирма Philips. Там, за рекламу мне, пожалуйста, на карточку скиньте. Потому что, ну, как бы рассказываю. Так, в упаковке. В упаковке было вот это вот с двумя лампами. Ну, короче, стяжки. Инструкция. В инструкции у нас тут шестигранничек. Потому что, вон там, видите, есть разметка, что его можно покрутить. Вот, ну и, соответственно, вот один шестигранник и вот другой шестигранник. И оно тут регулируется, вращается. Так, это мы ставим. Дальше вот такие вот малюсенькие драйвера. То, что они малюсенькие, это прям круто. Это прям классно. Потому что я при всех их малюсеньких размерах еле-еле запихнул их в лампы. Ой, в лампы, в фары. Короче, там вот эти вот лампочки уже стоят. Вон, видите, одна стоит строго вертикально. Ну и вторая тоже строго вертикально стоит. Я сейчас тут не смогу ее показать. Вон габариточку видно. Вот, потому что строго вертикально оно, по идее, как раз и дает вот эту вот галку свето-теневой границы. Вот, поэтому я сразу их поставил строго вертикально. И как раз внутрь фары влез вот этот вот драйвер. Так что это прям меня очень сильно порадовало, что он не подвержен будет каким-то там воздействием вредной среды. Он себе там внутри уютненько, вместе с лампой, и там четко будет. Правда, при установке было это дело непросто, потому что вот этот вот радиатор очень сильно мешает ее устанавливать. Да и само вот это вот тело, ну оно, короче, достаточно такое толстенькое. Если бы оно еще толще было, то было бы еще сложнее. А так, получается, мне что нужно было сделать? Вот эту вот скобу я достаю, и вот эти вот хвостики кривые у скобы, я их выравниваю, чтобы они были в прямую линию. Потом эту снятую скобу я одеваю уже, ну, то есть вот так вот позиционирую уже, как я буду их вставлять, вот эту вот лампу. Уже как бы устанавливаю скобу на лампочку, ее постепенно вот так вот завожу, и потом по одной сначала вот эту вот выпрямленной ножкой одну завожу, потом вторую завожу, а потом уже вот здесь вот фиксирую в заводском месте. И у меня получается, что она стоит строго вертикально, провод вверх, и уже проводочек подключается к драйверу. И вот здесь у меня получается вот эта вот масса по наружке, вот это вот чехольчик металлический, а вот этот вот центральный штекер, как он там правильно называется, он получается плюс. И вот эту вот массу я выдергиваю, и цепляю ее на вот этот вот проводок. Плюсик вот этот вот центральный, цепляю, соответственно, в данном случае это у меня ближний след. Вот тут его запитываю, и все. Ну и соответственно запихиваю тут сбоку его сам вот этот вот драйвер. Вот такая вот получается история. Немного приходится, конечно, помучиться. Это дело некомфортное, неудобное, ну что круто, что потом аккуратно вот это все внутри уложено. Крышечкой его хлоп, закрыл. И красотень, все в кучке, все там внутри. И без каких-то лишних усилий, ничего не в натяжке, все мягенько там сидит. Потом посмотрим, во время установки не получится ли так, что вот это все напиханное вовнутрь будет мне мешать регулировать свет. Возможно, придется его открыть, вытащить драйвер, отрегулировать свет, то есть на какой он там должен быть высоте, и потом опять назад запихнуть вот этот самый драйвер. Может быть и такая история нужна будет. Ну, как бы в общем и целом, пока что у меня такой оптимистический настрой в отношении этих ламп. Мне кажется, что это возможно получится самый крутой свет в моей жизни, который я себе мог когда-либо на данном этапе позволить. Внутри лампа выглядит вот так. И хочу обратить ваше внимание, что там плохо видно. Вон, видите, термопастой намазано. Там типа резьба, или то термопаста, термоклей. Но видно, что оно, короче, посажено на термопасту. И вот я вчера, когда ставил в ту фару лампочки, я обратил внимание, что там намазюкана ее щедро, что она там, ну, короче, болтается. И тут вон тоже, вон, видите, на бочку на срезе видно, что тоже висит сопля термопасты. Это хорошо. Это плюсик такой. Это приятно. Значит, теплоотдача будет в норме. Значит, перегреваться не будет. И присаживать мощность на светодиод не будет. Он будет светить во всем. При всем при этом он потребляет 1,12 Вт. Вместе 24 Вт получается. Короче, у меня получается ближний плюс дальний. Это будет 48 Вт. Это будет меньше, чем одна лампочка ближнего света. Ну, короче. Типа экономия на лицо. Будет меньше напрягать энергосистему. Соответственно, меньше будет генератор тянуть на себя мощности. Ну, такой, в общем, плюсик. И эту запасную мощность я могу бросить на противотуманки, которые у меня есть. И получить вообще фантастический просто свет при тех же расходах электроэнергии. Ну, и, соответственно, бензина. Потому что в случае с машиной у меня бензин превращается в электроэнергию. Ну, как бы так вот. Буду сейчас собирать вторую фару, мыть поворотнички и уже подготавливать фары к установке, чтобы они были просто готовенькие. И в момент сборки, когда подойдет, чтобы я их просто поставил, подключил и все. На этом вроде бы все. Спасибо за внимание. И пока-пока. Фиксирую маленький полезный момент от вот этого по часовой стрелке. Масса, ближний, дальний, габарит. Окончание возни с этими лампочками и фарами уже происходит на гараже. Термоусадка на одну сторону и локсановая лента на другую сторону. Для того, чтобы оно никаким образом там не законтачивалось. На всякий случай нужно перестраховаться. Вот такое вот дело. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова